и и дорогие друзья приветствую вас директ академии для начала пожалуйста поставьте плюсики если видите и слышите меня хорошо но сразу 4 плюсика здорово а ну что значит я могу продолжать прежде всего хочу поздравить вас с прошедшими праздниками и надеюсь все мы с вами отдохнули и вернулись к нормальной рабочей деятельности и сегодня готовы провести вот этот вот вебинар я как спикер а вы как слушатели для начала как всегда я выступлю как организатор прежде чем как выступить как спикер выступлю как организатор и познакомлю вас с теми четырьмя ссылками которые я разместил самом начале нашего чата первый из них ведет на нашу главную страницу страницу нашего сайта где вы можете зарегистрироваться на все мероприятия онлайн мероприятия до конца нашего учебного года осталось меньше двух месяцев до конца учебного года директ академия будет действовать до конца июня вторая ссылка ведет на наш видеоканал на ю тюбе на котором через некоторое время после проведения появляются записи всех наших вебинаров запись этого вебинара тоже ведется и появится там ориентировочно в среду 3 ссылка ведет на странице онлайн курсов нашего сайта где в настоящий момент есть предложение 11 курсов от директ академии один из этих курсов непосредственно сейчас проводятся это курс марина орешка второй курс начнется через неделю это курс натальи логачевой связанные подготовка эффективной презентации диссертации прошу прощения и последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего вебинара я постараюсь это сделать прямо в эфире в самом конце нашего вебинара создать документ для выдачи выдачи сертификатов обращаем внимание именно по окончании вебинара они в процессе самого вебинара кроме того у меня есть еще пару объявлений первое из них сейчас появится в конце нашего чата эта информация о том какие онлайн мероприятия наши ожидают на этой неделе в ближайшее время во вторник 14 мая мы встретимся с анной ивановой это выпускающий редактор издательства direct media и ее вебинар коллекции медиа все что вы искали вебинар для библиотек и вузов 15 мая вебинар константина костюка он попросил меня изменить название тема будет такая кризис научных коммуникаций или манифест гуманитарной науки константин николаевич это генеральный директор компании direct media я надеюсь что вы его все хорошо знаете по предыдущим вебинарам который у нас вел а в директ академия 6 16 мая будет вебинар айкуш калачан она у нас уже здесь проводила один вебинар вебинар выстраивание партнерского взаимодействия с родителями для решения вопросов воспитания и обучения детей тема для тех кто имеет дело с обучением детей то есть до школьников и школьников немножко выбивается из нашего из нашей обычной обоймы тем для высшего образования но у нас чем дальше тем больше будет появляться таких тем и они у нас достаточно популярны надеюсь и кому кому-то из вас эта тема тоже покажется интересной а ну и наконец последнее мое объявление сейчас я сделаю ссылку кто из вас не знает мы уже месяц почти проводим а а конкурс тем вебинаров мы как и в прошлом году хотим пригласить наших слушать слушатели наших вебинаров для проведения собственных вебинаров в рамках директ академии для этого мы хотим чтобы вы те из вас кто хочет провести вебинар в рамках директ академии в июне месяце написали бы свою тему и ее описание вот в эту табличку по тому примеру который там препарат там приведен уже совсем скоро во второй половине мая мы закончим прием тем и начнем голосование как в прошлом году мы проведем голосование и из предложенных тем выберем несколько наверное как в прошлом году это будет три темы по этим трем темам мы проведем вебинары пригласим вас те кто победил провести вебинары в июне месяце в рамках директ академии поможем вам с организацией с рассылкой совсем в общем это будут полноценные вебинары от директ академии но только проведенные нашими слушателями вот и все а теперь давайте перейдем к нашей сегодняшней темы тема как бы это сказать столь же необычное сколь и кажущиеся обычные речь идет о качестве учебного контента обращаю ваше внимание я здесь выделил качество учебного контента из вопроса качества онлайн обучения которое является конечно более общим вопросом да даже даже определить качество учебного контента это не просто как мы сейчас убедимся и вебинар будет состоять из двух неравных частей да я хотел бы воспроизвести название оно звучит так качество учебного контента технический вопрос или повод для новой войны вебинар служит для того чтобы разрушить некоторые стереотипы связанные с опытом отдельных людей которые себя как-то проявили на они ве учебного контента и в частности онлайн обучением а потому что учебный контент может быть не только для онлайн обучения связано с тем что вопросы качества учебного контента даю и онлайн обучение в целом тоже вызывают ряд дебатов которые переходят все границы то есть часто люди с пеной у рта обсуждают эти вопросы и не могут прийти ни к чему ни к чему никакому общему знаменателю несмотря на то что эти люди обладают некоторым опытом в данной области а почему это происходит мы сегодня и обсудим в первой части нашего сегодняшнего вебинара таким образом первая часть будет посвящена вот почему это повод для новой войны а вторая часть будет резко отличаться от первой части мы перейдем на конструктивные рельсы рельсы и попробуем все-таки каким-то образом примирить разные позиции и выдвинуть критерии и показать как достичь качество учебного контента как при помощи каких инструментов при помощи каких техник и так далее разумеется вторая часть тоже не может быть исчерпывающей потому что у нас хватит время только для того чтобы назвать эти техники да ну по крайней мере она развеет некоторые некоторый туман который соберется после после того как вы ознакомитесь первой частью вебинара и так все-таки первая часть вебинара которая не не внушает большого оптимизма качество учебного контента критерии образующие факторы прежде чем переходить к критериям надо вообще говорится договориться о критерии образующих факторах и именно в этом вопросе мы специалисты по онлайн обучению договориться то собственно и не можем а почему не можем потому что критерии образующие факторы зависит от очень многих от очень многого скажем так обучение она многолика обучать можно ну вот по мнению маклюина например вообще все что нас все нас обучает все с чем мы сталкиваемся в мире нас в той или иной степени обучает прочли мы книгу интересно она нас обучила посмотрели мы новости на телевизоре они нас обучили посмотрели рекламу они нас обучили и так далее вот это такой широкий подход к обучению но даже если придерживаться узкого все равно оказывается что очень много разных типов обучения которые друг с другом не очень хорошо сочетается и так что что является критерио образующими факторами для учебного качество учебного контента я выделил здесь 7 факторов их можно в той в той или иной степени дополнять как то ну вот у меня вот такая позиция 7 факторов что вы что влияет возраст обучаемого образовательный ценз тип обучения цели обучения бюджет обучения медийный аспект обучения и мотивация в обучении не буду конкретно останавливаться сейчас мы на этом слайде сейчас мы каждый из этих факторов рассмотрим и посмотрим почему именно они служат поводом для для вот этой вот войны всех со всеми итак возраст обучаемого обучать детей обучать взрослых и обучать пожилых это совершенно разные вещи соответственно и учебный контент для педагогики андрогогики и геронтогогики это совершенно разный контент чем отличаются группы эти группы людей с точки зрения их обучения дети все мы знаем они привыкли к активному поведению в онлайн среде им все хочется раздвинуть пальчиками сдвинуть нажать на кнопочку прежде чем даже они что-то прочли то есть их стиль поведения активный зато они испытывают большой дефицит в умении чтения в умении длинного чтения вот тут понятие длинное чтение давайте применим как некий некий термин который я сейчас определять не буду думаю что всем вы примерно понимаете о чем идет речь длинное чтение это умение читать достаточно долго более менее длинные тексты такие как книги главы большие газетные статьи если говорить о прошлом контенте лонгриды и так далее так вот дети как правило даже уже умеющие читать испытывают современные дети дефицит в длинном чтении они это не умеют делать впрочем и мы взрослые тоже потихонечку разучаемся это делать просто потому что революция медиа которая происходит сейчас вокруг нас она к этому к этому приводит средний возраст обобщу это примерно мы с вами люди более-менее погруженные иногда достаточно глубоко погруженные в онлайн среду в интернет в компьютеры тем не менее еще обладающие способностью к длинному чтению то есть занимающие какое-то промежуточное положение и наконец старшее наше поколение пожилые люди которые прекрасно помнят как долго читать что такое длинное чтение но испытывают наоборот большой иногда ужас даже перед активным действием в онлайн среде то есть нажать на кнопочку нажать на ссылку для них большая проблема просто потому что они боятся что они перейдут на какой-то другой уровень чего-то с которым не смогут совладать вот таким образом мы видим противоположные вещи которые требуют совершенно разного контента для того чтобы удовлетворить потребности в обучению как как ни странно в данном случае критерии образующие факторы такие что для они немножко противоположны тому что эти люди могут то есть конечно даже для детей мы должны иметь очень активное активный учебный контент с кнопочками возможностями раздвинуть сдвинуть и так далее но этот контент должен потихонечку их вовлекать в длинное чтение без которого все таки пока еще очень сложно жить и что-то делать средний возраст с ним понятно можно каким-то образом среднюю линию вести и старший возраст его наоборот надо потихоньку приучать к активным действиям включать некий онлайн инструменты для интерактивного обучения поощрять в вот этих вот действиях ну и это только наверное один из факторов разного возрастности которые действуют вообще создавать учебный контент для младшего и для старшего поколения это большая нагрузка скажем так на онлайн автора потому что требует гораздо больших усилий больших больших вложений средств если хотите и вообще более сложно андрогогика она более более менее приспособлена приспособлена к онлайн обучению сама по себе и ее можно рассматривать как средний путь по которому можно идти и применять как некий ориентир для крайних крайних случаев дальше образовательный ценз или образовательный уровень мы всегда должны понимать кого мы обучаем учим ли мы например программистов нулевого уровня то есть тех кто только хочет стать программистов или переучиваем уже состоявшихся программистов на 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 тимлидов или на какой-то высокий уровень более высокий уровень сеньор и так далее учим ли мы это это конечно немножко коррелирует и с возрастом тоже но давайте здесь возраст откинем допустим мы речь идет об одном и том же возрасте тем не менее мы должны учитывать образовательный уровень учить людей совсем без образования людей со средним образованием высшим образованием и людей уже совсем продвинутых это совершенно разные вещи и образовательный уровень как ни странно очень сильно влияет на учебный контент в частности чем больше образовательный уровень тем менее чувствительные люди к учебному контенту вот здесь такой факт что докторанты математики могут обучать друг друга даже рассылкой стостраничных pdf файлов то есть люди которые у которых есть уже внутренняя мотивация которые подготовлены к длинному чтению которые уже вовлечены в материал для них можно особо не стараться создавать какие-то красоты медийные и так далее иногда можно просто сосредоточиться на сути проблемы и правильно и точно ее изложить конечно все еще действуют правила типографики например те же самые формулы должны должны быть сверстаны нормально хорошо без всяких упрощений которые усложняют их чтения шрифты должны быть нормальными и так далее это все все эти требования остаются но в среднем люди с более высоким образовательным уровнем менее требовательны к контенту и соответственно на контент можно тратить меньше ресурсов и сосредотачиваться только на отдельных критериях качества внутри уже вот этого малого набора критерия люди с малым образовательным уровнем для них стоит задача и вовлечение и мотивации и упрощение материала и многие дидактические проблемы которые решаются в том числе и учебным контентом и этот контент надо создавать как правило получается более дорогим его надо создавать с большим с большей затратой с большей затратой энергии и средств тип обучения ну вот здесь приведены четыре типа обучения я мог бы и пятый здесь добавить такой например как индивидуальное обучение или репетиторство все эти типы обучения друг с другом почти не совместны по тому контенту который предлагается школа вуз корпоративное обучение тренинг индивидуальное обучение или репетиторство все эти типы обучения требуют разного учебного контента ну а между школы и вузов вузом конечно есть еще вопрос возраста но кроме того давайте вот рассмотрим среднюю например вот эту пару сейчас я включить включу свою рисовалку а вот эту вот пару давайте рассмотрим между как правило очень много споров по поводу качества обучения и качества контента происходит между вузовскими специалистами по онлайн обучению и корпоративными специалистами при том что эти люди я неоднократно эти споры наблюдал это могут быть даже выдающиеся люди с огромным опытом но понять друг другу они не могут не хотят не то чтобы не могут не хотят понимать вот такой простой пример пример терминологии терминологически рассмотрим термин учебный курс для вузовского специалиста учебный курс как правило идентичен дисциплине либо дисциплине за семестр ну например дисциплина менеджмент за там третий семестр вот соответственно курс учебный курс вузе может включать себя 72 часа 100 часов там 120 часов иногда даже 200 вот корпоративно в корпоративном обучении курс может быть 10 часов 12 часов большие курсы тоже бывает ну 100 часов вообще почти никогда не бывает в корпоративном обучении на один курс а вот допустим 30 часовые бывают но чаще бывают курсы в 10 часов а иногда курсом может называться даже и некая единица учебного контента размером в 2-3 часа но зато совершенно другие задачи в корпоративном обучении например надо обучить какая-то крупная корпорация например банк расположенный по всей территории россии а то и нескольких стран внедряет новый продукт и 30 тысяч человек должны научиться срочно продавать этот продукт буквально за день за два образуется вот образуется курс с размером примерно там в полтора часа в полтора два часа которые тем не менее должны разом пройти эти 30 тысяч человек задача совершенно другая несопоставимая с задачей вуза когда надо 60 человек в течение семестра учить долго и упорно тому что вузе называется курсом совершенно разные вещи совершенно разные задачи в результате совершенно разные инструменты и совершенно разный контент ну вот например корпораты очень любят обучение при помощи так называемых слайдовых курсов а вот действительно в формате корпоративного обучения слайдовые курсы достаточно хорошо смотрятся это там сотня слайдов например вот на которых изложено содержание курса попробуйте вы слайдовый курс сделать для вузов хотя некоторые делают это будут тысячи тысячи слайдов в которых совершенно невозможно ориентироваться даже при применении хороших оглавлений все равно происходит какой-то ну совершенно что-то непотребное получается то же самое с тренингами с индивидуальным обучением индивидуальное обучение например требует совершенно других подходов потому что степень вовлечения самого преподавателя в процесс обучения совершенно другое в индивидуальном обучении очень многое можно передать при помощи непосредственного взаимодействия преподавателя и слушателя обучаемого в вузе или в корпоративном обучении такой возможности нет если преподаватель учит 30 тысяч человек одновременно он должен возложить на контент основную нагрузку он не может на основную нагрузку возлагать на взаимодействие а в индивидуальном обучении это возможно поэтому и контент там может быть совершенно другой он может играть роль поддержки а не не основного содержания обучения цели обучения есть бывают очень разные цели обучения и обучать можно например летчиков можно обучать математиков и это совершенно разные виды обучения они разные как по составу знаний умений навыков так и вообще по сути да это не значит что совершенно ничего общего нет есть конечно общее например у тех же летчиков есть теоретическая часть которую надо выучить и для таких курсов могут применяться общие приемы и с математиками но основное чему учатся летчики основные основные навыки приобретаются например на тренажерах в то время как у математиков все совсем по-другому тренажеры эти в чем их основное отличие от обучения теоретическим дисциплинам в том что тренажеры в основном имеют программную природу ну под программной я имею ввиду конечно и они могут быть железными то есть программа может быть реализована и каким-то оборудованием не важно важно то что суть обучения она программно а не контент ориентирована а программно ориентирована в то же время обучение теоретическим дисциплинам может быть выполнена как контентно ориентированно то есть там программная составляющая составляющая такие вещи похожие на тренажеры может вообще не применяться или применяться в малом совершенно в малом в малом количестве Arkansas Бюджет вот больной вопрос да бюджет тут я сравниваю три варианта авторский контент официальный контент и корпоративный контент под профессиональным данном случае давайте рассмотрим профессиональный внутренний контент корпоративный контент конечно тоже профессионали да ну в данном случае я хотел бы противопоставить вот эти два вида авторский контент это все что делает самим автором без привлечения дополнительных работников каких-то то есть автор затрачивает скорее всего за редким исключением только свой собственный труд и не вкладывает своих собственных денег кроме труда разумеется свой труд тоже стоит денег профессиональный контент это когда существует некоторая команда которая у которой есть некоторые регламенты есть свои представления о качестве она берет у автора его сырец скажем так средства контента и делает из него электронный учебный курс так часто поступают в вузах где есть например центры дистанционных образовательных технологий или что-то вроде этого ну и наконец корпоративный контент где есть ну например корпоративные университеты которые тоже делают примерно то же что и профессионалы в вузе но только у них еще есть ряд задач связанных с тем что эти знания они не изложены в в учебниках их сначала из экспертов надо вытрясти а потом сделать из этого электронный электронный курс тоже разумеется в первом случае затраты минимальные во втором они какие-то средние вузов например не так много денег ну бывает что достаточное количество денег но как правило всегда меньше чем у корпоративного в корпоративном секторе особенно если иметь в виду предыдущий пункт там где мы говорили о разности длин этих курсов объемов этих курсов то есть если считать на и на единицу на один час на один учебный час курса то конечно вузовский контент всегда будет проигрывать корпоративному контенту но на порядок а то и на полтора и вот теперь вопрос можно ли подходить с едиными критериями качества к этим к этим пунктам разумеется нет то что допустимо для авторского контента недопустимо для корпоративного контента это будет считаться браком но в то же время значит ли это что авторский контент плох и не нужен да что вы ни в коем случае авторский контент это как можно сказать свежая вода свежий свежий воздух это то что идет непосредственно от автора и во втором и третьем случае может просто не дойти до до потребителя просто потому что какие-то там преграды бюрократические стоят авторский контент это самая свежая самая новая информация и поэтому мы готовы прощать авторскому контенту то что никогда не простим в корпоративном контенте при наличии бюджета на два порядка большего кстати это это частый частый вопрос на всякого рода конкурсах когда туда поступают с одной стороны какие-то авторские курсы а с другой стороны курсы от крупных вузов крупных корпораций и предлагается экспертам их сравнивать а как же их сравнивать если понятно что здесь все люди работали тратя только свое время а здесь потом были потрачены большие средства на студию на специалистов и так далее невозможно это сравнить медийный аспект ну про подход маклювина к обучению я вам уже говорил да а теперь просто поговорим о медильном контенте вот я тут сознательно написал такие слова как традиционные контент и современный контента они конечно не включает это немножко такие может быть неправильное описание но зато удалось двумя словами это сказать скажем так традиционный контент это тот контент учебный который основан на длинном чтение современный контент это тот который основа на на структурировании, на мультимедии, на интерактивности и так далее. Как сравнивать между собой? Очень трудно сравнивать. Есть замечательный контент, традиционный. Вспомним наши учебники, вспомним книги Non-Fiction, на которых мы в свое время тоже учились. То есть, радио – это очень просто, или математика для электро- и радиоинженеров. Замечательные учебники, настроенные на длинное чтение, тем не менее, очень понятные, выполняющие свою функцию. Ну, или современный контент, который сейчас бы ту же самую информацию подал бы. То же самое учение было бы выполнено совсем другими средствами. Написать сейчас учебник в том ключе, как это было сделано раньше, и выдать это за контент для УНЛ-обучения совершенно невозможно. Соответственно, и сравнивать такие виды контента не всегда корректно. То есть, между ними стоит стена времени, скажем так. Конечно, мы можем говорить, что сейчас, в современную эпоху, мы должны создавать современный контент. Это верно. Но это не значит, что мы должны ругать то, что было раньше на этом основании. Поэтому и традиционный контент может быть хорошим, и современный контент, сделанный хорошо, может быть плохим. Я попытался сейчас дать определение, я вообще не люблю определение. Мне кажется, что определение – это некий обман. На самом деле, я для каждого тезиса пытаюсь дать не столько определение, сколько контекст. Определение у меня будет такое. Традиционный контент – это контент, основанный на навыке длинного чтения. Современный контент, который основан на навыке короткого чтения. Вот это не определение. Это скорее вот такие вот свойства. Да, Олег Васильевич, я понимаю ваш скепсис и вашу улыбку, но это так. Я могу просто это разворачивать гораздо глубже, но не буду это сейчас делать, потому что это потребует много времени. Надеюсь, вы поняли, о чем я говорю, тем не менее. Ну и, наконец, последнее – это мотивация. Контент для людей с внутренней мотивацией и с внешней мотивацией – это два разных вида контента. Например, внешняя мотивация – это типичная мотивация корпоративного пользователя. Который не обязательно хочет это обучать, но его заставляет. Частично это можно сказать, что внешняя мотивация есть и у студента, который, с одной стороны, конечно, должен обладать и внутренней мотивацией, потому что он пришел учиться по любимой специальности, вроде бы как. А с другой стороны, над ним всегда есть надсмотр, и он должен сдавать зачеты, он должен переводиться с курса на курс и так далее. В корпоративе часто это вообще чистый кнут, то есть сдай этот курс или не получишь столько-то баллов в свой KPI, или лишишься премии и так далее. Есть курсы для людей с внутренней мотивацией. Например, курсы, реализуемые на внешнем рынке, которые люди приходят, платят свои деньги, и у них есть внутренняя мотивация эти курсы каким-то образом изучать и заканчивать. Правда, и в этом случае не все так просто. Люди иногда платят деньги, а потом не занимаются на курсе. Но, тем не менее, это все-таки некоторый такой случай, в котором пряник важнее кнута. Соответственно, и контент учебный должен учитывать, для какой категории он создан. Реализует ли этот контент концепцию кнута, или реализует этот контент концепцию пряника. Конечно, контент, мне хотелось бы сказать здесь, что контент, реализующий исключительно концепцию кнута, это неправильный контент, и он не имеет права на существование, но жизнь такова, что часто имеет таки. И задания ставятся именно так. Но, конечно, даже для такой категории людей отказываться от пряников нельзя. Что я тут подразумеваю под пряниками? Это мотивировочная часть учебного контента, его медийная часть, которая заставляет нас вовлекаться больше, создает интерес и так далее. Ну и, разумеется, наверное, не будет здесь таким уж банальным сказать, что, а может быть и будет, да, что, конечно, средняя линия, она хороша. То есть, когда есть и то, и другое, то есть, когда есть и достаточное количество контрольных мероприятий, и достаточное количество вовлекающих моментов, вот этот контент можно рассматривать как, ну, если не идеальный, то взвешенный, скажем так. Ой-ой-ой, Александр Александрович, я рад, что вы здесь. Поясните простыми словами категорию качества. Ну, давайте попробую, да. Давайте попробую. Качество – это то, что приводит к тому результату, который мы хотим. А в данном случае это… А вот не скажу, что на выходе, не скажу. Это приводит к нашим результатам, какие мы ставим. А мы можем ставить разные результаты, да. Потому что мы сейчас… Я не случайно здесь ограничился качеством контента, а не качеством обучения в целом. Потому что качество обучения, оно упирается вообще в цели обучения. А какие бывают цели обучения? Они бывают очень разные. Вы знаете, у летчика понятно, чтобы он мог нормально сажать самолет, взлетать, чтобы он мог безопасно водить самолет, летать на самолете и обеспечивать все условия, да. А вот дальше идут разные вещи. Многие, например, приходят на курсы для того, чтобы не столько чему-то обучиться, а чему-то воодушевиться. Вот я, например, сталкивался с таким. Они уходят не обученные, но воодушевленные и зажженные этой идеей. Да, и потом, может быть, они сам процесс обучения у них после курса уже проходят. Такое тоже бывает. Плохое ли это качество? Я не считаю, что это плохое качество. Это тоже хорошее качество обучения. Но мы тут сейчас погрузимся, знаете, в такие дебри, что лучше давайте оставим это. И перейдем ко второй части, которая является уже сугубо практической и излагает мой взгляд на то, как же все-таки, исходя из вот этих вот семи пунктов противных, которые заставляют нас всех в онлайн-обучении ругаться друг с другом, тем не менее пройти по какой-то средней линии и обеспечить все-таки какое-то качество, которое всеми признается как качество. А может быть, не всеми, может быть, это лично мой взгляд. Но я старался все-таки выбрать то, что относительно общие какие-то вещи. Начнем вот по пунктам разбирать контент, его разные виды, текст, иллюстрации. Тут следующий пункт, он немножко выбивается, он тоже к иллюстрациям относится. Это рассказывает про то, как быть автором, билд-редактором, видеоконтент, звуковой контент, вопрос, как же это все скомпоновать и как сделать контент интерактивным. Качество, свойство, вот Олег Васильевич пытается дать определение, видимо. Качество, свойство, удовлетворение, результата обучения, да, и качество, нет, не плохо, не хорошо. Ну, я мог бы с вами согласиться, но все-таки как-то мы должны что-то определять. Если уж у нас совсем нет никаких по этому поводу мыслей, то это плохо, да. То есть, наверное, качество как-то можно определять, но в целом, конечно, да. В целом у каждого результаты, цели разные, и обучение это такая вещь, которая вот выскользает постоянно. Ну, скажу, например, что вот пять лет назад, когда я свой первый курс делал, авторский курс, и мое представление о качестве, и сегодняшнее, оно отличается. Я просто понял, что люди, которые ко мне ходят, они очень разные. И им иногда они в своих отзывах о курсах пишут, как положительных, так и отрицательных, такие вещи, от которых у меня, в общем, ну, не то, что волосы встают дыбом, но которые я никогда бы... Да, я и сейчас противник определения, да, никогда бы не подумал. То есть, хвалят меня и ругают меня за то, что я вообще не считал никакими критериями. Вот. Ладно, все-таки давайте попробуем что-то утверждать, а не только, да, что-то утверждать, а не только разрушать, да. Вот. Итак, текст. Это не отвлечение... Вот вы знаете, Антонина Вячеславовна, эти отвлечения, они как раз от темы идут. Вот так примерно и проходят наши споры в онлайн-обучении, когда мы не можем ни о чем договориться. Итак, ну, давайте про текст немножко поговорим. Начну с визуальной части текста, которую я очень люблю, с типографики. Если текст не имеет нормальной формы, то лучше бы его вам не писать. То есть, если вы смогли создать какие-то замечательные смыслы, но потом не облекли их в какую-то относительно хорошую форму, то считайте, что вы просто убили свой труд. Форма текста, форма верстки текста, шрифты, которые используются, интервалы и многое-многое другое, что мы называем типографикой, оно посылает нашим студентам или слушателям, не знаю, как назвать лучше, месседж. Если они не замечают формы нашего текста, вот это хороший месседж, самый хороший, который мы можем создать. Точно так же, как хороший дизайн незаметен, так и хорошая типографика незаметна. Не буду здесь ничего про типографику говорить. Во-первых, у меня было два вебинара по этому поводу. Скажу только, что вот можете прочитать вот этот вот минут на 40, 4 главы перевод, как улучшить ленинг при помощи типографики. Наши коллеги перевели и сделали такой вот дайзис небольшой. Этого вполне достаточно для того, чтобы понять, что хорошо, а что плохо в электронной типографике, и как работать с электронным текстом. Сам, собственно, текст. Да, продолжаем с типографикой. Можно в простейшем случае использовать какой-то типограф. Один из типографов – это типограф студии Лебедева. Есть много разных типографов. Я, например, использую типограф, который встроен в сервис Тильда. Вот этот типограф в сервисе Тильда, который я использую. Достаточно просто, находясь в текстовом блоке, нажать на вот эту кнопочку, и все сразу станет хорошо. На самом деле не все, конечно, потому что в 10% примерно случаях немножко не то происходит. Но это уже можно ручками подправить. Идем дальше. Собственно, текст как текст, как совокупность смыслов. Вот раньше я всегда приводил этот слайд. Он у меня со старых времен остался, когда я еще был руководителем учебно-методического центра. Я требовал, чтобы тексты учебных курсов к ним подходили как к изданиям. То есть проводилась бы профессиональная корректура и редактура в два этапа и так далее. Когда я стал большим сторонником авторских курсов, я стал понимать, что это совершенно невозможно, конечно, или требует от авторов затрат уже денег, а не собственного труда. Поэтому у меня такой простой совет есть. Отдайте свой труд вашим друзьям на кафедре, вашим соратникам, может быть, просто друзьям, чтобы они его почитали. Пусть они не профессиональные редакторы, тем более не профессиональные корректоры, но они наверняка увидят то, что в вашем курсе плохо, просто потому, что вы автор и этого не видите. Автор не может видеть, не может редактировать свой текст. Это почти закон, к сожалению. Поэтому просто отдайте кому-то почитать. И потом учтите его замечания, даже если он не специалист. Можно, конечно, использовать и некоторые инструменты. Один из них – это сервис Главред, о котором я много рассказывал на своих вебинарах. Еще раз хочу обратить на него внимание. Сервис, конечно, больше посвящен текстам маркетингового содержания. Но для нас он тоже полезен, потому что позволяет найти совершенно неприятные вещи в нашем тексте, такие как необъективные оценки, усиления, газетные штампы, всякого рода бюрократизмы, или как они там называются, забыл. Канцелярит в нашем... Вы знаете, я вот всегда удивляюсь, насколько преподаватели, например, из вузов подвержены канцеляриту. Наверное, их вот система учит. Учит говорить не на русском языке, а на вот этом вот канцелярском языке. Хотя обучение, оно совсем для другого. То есть в обучении надо применять нормальный язык, человеческий. Вот когда вы со студентом говорите на человеческом языке, то он вас понимает, и вы решаете свои задачи обучения. А когда вы говорите на канцелярите, он не понимает ваш предмет, зато он хорошо обучается канцеляриту. Потом он снова станет преподавателем или кем-то, и этот канцелярит дальше будет распространять вниз. Вот сервис-главред хорош хотя бы тем, что он отлавливает эти неприятные моменты в наших текстах. Еще один есть сервис, который я люблю, это оценка читабельности. Тут дается оценка текстом в целом, не конкретно по фразам, а в целом, и говорится, насколько сложен текст. Сложен с его лексической точки зрения, насколько длинные предложения, много ли там сложно сочиненных, сложно подчиненных предложений, длина слов, многосложных слов и так далее. И на основе этого этот сервис предполагает, для какой категории людей, с каким образованием и какого возраста этот текст подходит. Как ни странно, все наши великие русские писатели умели писать достаточно простым языком, и их тексты, несмотря на сложность тех смыслов, которые они закладывали, понятны школьникам, начиная примерно с пятого класса. Вот умение писать учебные тексты таким языком, это большое достижение. Если вы пишете учебник для студентов первого курса, и по лексике этот учебник соответствует первому курсу, это плохо. На самом деле он должен соответствовать более низкому уровню. Стараться писать сложные вещи простыми словами. Вот учит этот, но он, конечно, не учит, он только выставляет оценки, этот сервис. Вот я проверил этот сервис на таком тексте, который, наверное, все вы знаете. Это текст, ну, специально я пробовал на многих текстах. Вот, попробовал вот на таком, на тексте «Убей немца». Помните, в 1942 году в «Красной звезде» появился этот текст Ильи Еренбурга. Вот, так вот, оказалось, что этот текст понятен. Я сейчас безотносительно к толерантности, безотносительно к содержанию, исключительно по тем приемам, которые в этом тексте применены. Обращаю ваше внимание, текст доступен для аудитории первого-третьего класса 6-8 лет. Да, хотя солдаты это все-таки более взрослые, более взрослые люди. Вот умение писать такие тексты, они, ну, я вас не призываю для студентов писать таким языком, да, просто хочу сказать, что умение писать тексты, сложные вещи простым языком, создают качественные тексты для обучения. О иллюстрации можно говорить очень много по этому поводу. Ну, имею в виду, что, конечно, для иллюстрации в электронном исполнении достаточно именно тех иллюстраций, которые хороши в электронном воспроизведении, да. То есть, многие из тех критериев, которые для книг бы не прошли, для электронного изображения часто являются допустимыми. Не буду здесь воспроизводить эти, ну, в частности, там, например, по разрешению, если картинка должна быть маленькая, она может быть достаточно низкого разрешения, скажем, там, 400 на 300 пикселей. Вот, хотя, конечно, с появлением современных больших экранов кажется необходимым уже применение все более и более качественных иллюстраций. В авторском, если речь идет об авторских курсах, то, конечно, где возможно, пытаемся заменить ручное изготовление на подбор готового иллюстративного материала, исходя из того, что автор, как правило, не является иллюстратором, не является художником и так далее. Применяем иллюстрации не только там, где это надо непосредственно для целей объяснения, но и там, где это надо для создания настроения, для создания визуальной метафоры и так далее. Это очень помогает в обучении. То есть, когда у нас есть визуальная метафора, это якорь, который ведет к пониманию, в конце концов. Если, конечно, это хорошая визуальная метафора. Поэтому подбор материала – это важная вещь, которому надо учиться и о которой мы немножко дальше поговорим. Если все-таки надо изготовить иллюстрацию вручную, то используем адекватный инструмент. Сервис или адекватное приложение. Что значит адекватный? Адекватный по сложности. Если вам надо провести прямую между двумя точками, не надо использовать Photoshop. Надо просто взять какой-то сервис, в котором две вот эту прямую можно провести простейшим образом. Если вам надо сделать схему, не надо использовать Photoshop или вообще какой-то редактор, который может делать сложные вещи. Используйте простые вещи. Пытайтесь под свою область знаний найти адекватный инструмент, который для этой же области знаний и создан. Если вам надо рисовать электронные схемы, свой будет инструмент. Если просто логические схемы – другой инструмент. Если биологические схемы или химические формулы – третий инструмент. То есть используйте адекватный и достаточный инструмент без лишних функций, которые нужны только дизайнерам, художникам и так далее. И тут вот мы привыкаем к следующему нашему пункту, который я специально выделил в отдельный. Это сам себе билд-редактор, который дальше развивает мысль о том, что иллюстрации можно подбирать, а не только изготавливать. Однако, как оказывается, подбирать иллюстрации тоже не каждый может. И для этого нужны свои навыки. Первый навык заключается в том, что искать надо там, где ищут именно картинки, а не там, где ищут все подряд. Например, можете в простейшем случае использовать Google поиск по картинкам. Ну и тут важным является то, что вы вот здесь указываете. Если вам надо найти хорошую иллюстрацию, являющуюся визуальной метафорой, выбор поиска вот этого слова, он очень важен и он позволяет вам получить адекватный результат. Потому что если вы просто, скажем так, в тупую пишете некоторое ключевое слово или ключевой набор слов, то часто вылезают совсем не метафоры, а нечто другое. И вы можете потратить час или два там, где можно было потратить две минуты. Дальше. Если ищите хорошие иллюстрации с хорошим разрешением, используйте инструменты поиска. И здесь будет вот такой набор шагов. Первое. Нажимаем на кнопку инструмент поиска. Выбираем размер. Выбираем больше чем. И здесь больше чем то, чего нам надо. Например, если вы ищете что-то для обложки, то выбирайте, например, вот большие файлы больше чем 2 мегапикселя. Если надо еще больше, то можете дальше. Там до 70 мегапикселей есть выбор. Но это уже, как правило, не нужно. Если вас интересуют права на использование, тут такой скользкий момент. Вас могут не интересовать права на использование. Вы можете полагаться на наше право использовать иллюстрации для обучения бесплатно. Ну, хочу сказать, что это вот право даровано нам четвертой частью Гражданского кодекса только на территории России. Если вы потом с этим курсом пойдете куда-то дальше, то вам придется все эти проблемы решить. Поэтому можете с самого начала озаботиться этим вопросом и, например, использовать только иллюстрации только со свободной лицензией. Вот, делается это так. Вот тоже инструменты поиска, права на использование и следующий пункт с лицензией на использование. Ну, не удивляйтесь, что при этом выдача хороших иллюстраций будет в 10 раз меньше, а то и хуже результат будет. Видеоконтент. Тут можно говорить очень много. Первое, выбор оборудования. Ну, я вас тут хотел бы призвать посмотреть тот вебинар, который я провел непосредственно по видеоконтенту. Тут есть мои требования к компьютеру. Они не очень серьезные. Наоборот, они в основном призваны показать вам, что, в принципе, даже обычный компьютер, чуть-чуть лучше офисного компьютера, традиционного, может вам помочь в изготовлении учебного видео. Ну, такие вот рекомендации, что лучше все-таки использовать десктоп, а не ноутбук для производства видеоконтента. Лучше иметь хороший экран, начиная с Full HD, иметь тихий корпус, что сейчас, в общем-то, достаточно несложно. Мягкую клавиатуру. Процессор средней мощности вполне подойдет. Видеокарта средней мощности. Если у вас хорошая системная карта, то видеокарта на борту тоже подойдет. Важно, чтобы без боев воспроизводилось видео в режиме Full HD. Вот, собственно, почти и все. Почти и все. Гарнитуру. Гарнитуру лучше брать с интерфейсом USB, которая решает почти все вопросы с фоном, с неприятным фоном. Фон просто отсутствует. Ну и у этой гарнитуры можно выбрать такой микрофончик, который будет направленным. И в этом случае те шумы, которые вот отсюда приходят, со стороны, они не то чтобы совсем не слышны, но их становится совсем мало. Правда, при этом другая неприятность, если у вас шумный голос, дыхание шумное, там, например, вот как... Я сейчас вздохнул, и вы наверняка это услышали. У меня как раз направленный микрофон. Этот направленный микрофон хорошо усиливает. Но это меньшее из бед. Оборудование. Обычная веб-камера. Как правило, достаточно использовать веб-камеру с разрешением даже не Full HD, а просто HD, то есть 1280 на 720. Вполне достаточно для производства видеороликов, авторского производства видеороликов. Конечно, не студийного. Речь идет не о студии сейчас, а об авторском производстве видеороликов. Вполне этого достаточно, чтобы себя показать вот здесь, вот в кусочке. Если вы хотите показать себя на весь экран, то озаботьтесь тем, чтобы эта камера была получше. Потому что вот уже, когда вы расширяете себя на весь экран, становится понятно, что этого камеры немножко недостаточно. Ну, можете использовать немножко лучшие камеры, например, видеокамеры стандартные, или даже веб-камеры со штативом. Вот, это уже следующий этап, когда вам надо показывать себя в полный рост, скажем так. Ну, не в полный рост, а во весь экран. Исходные материалы для видеоролика. Если вы используете презентацию, всегда помните, что презентация является промежуточным материалом, и что она состоит из визуальной части и аудиальной части. И они дополняют друг друга. Та презентация, которую вы можете просто отдать, и она будет являться отдельным учебным материалом, она никуда не годится. Потому что вы не разбили материал на две части, на визуальную и аудиальную. Это то же самое. Дальше поясняет... Воспользуйтесь любым хорошим советом для производства хороших презентаций. Там будет, как правило, написано несколько советов по шрифтам, советы по цветовым схемам и так далее. Если у вас есть готовые корпоративные форматы для презентации, а лучше для учебных презентаций, потому что часто в корпорации есть презентации, и даже в УЗИ есть презентации для... собственно, для презентации, да? А для учебных презентаций нет. Там немножко иной стиль нужен. То хорошо бы сразу их использовать и строго следовать советам дизайнеров, которые эти презентации создали. Если нет, ну вот можете воспользоваться советами, которые приведены вот в этом кратком курсе, если можно так назвать, который опубликовала Центр и Ленинг. Это их бесплатный подарок нам, поэтому я просто даю ссылку, по которой вы можете посмотреть. Структура. Это вообще говоря не только структуру ролика, а структуру любого контента. Ну для ролика, наверное, особенно важно. Структура контента начинается с названия. И название должно быть исчерпывающим, должно быть коротким и должно быть вовлекающим. Это вообще противоположные требования, которые очень трудно соблюсти, но надо очень стараться. Не надо делать длинные академические названия для учебных роликов. Это никому не надо. И это приведет к тому, что половина ваших слушателей ваш ролик просто не посмотрит. Как вы ролик назовете, так он и поплывет. Поэтому вот здесь я привел вот эту иллюстрацию, которая говорит нам о том, что название ролика – это пол-дела. Но это, конечно, не исчерпывает проблему структуры. Следующая проблема – какой должен быть по продолжительности учебный видеоролик. И, в принципе, есть такая рекомендация. Она не общая, она зависит от вида видеоролика. А там много разных видов. Может быть, анимация, может быть, видеоинфографика, может быть, скринкаст, может быть, студийная запись. Но в целом, если говорить о такой вот тех учебных роликах, которые являются скорее именно учебными, а не вовлекающими и не вспомогательными, рекомендация делать видеоролик примерно длиной в 4-7 минут. Разумеется, если ваша большая тема не укладывается в это время, она, скорее всего, не уложится, просто разбивайте свою тему на разные вопросы. Нет, я с нейробиологией не связан, но я знаю, что хороший контент должен быть коротким. Другое дело, что его надо его надо структурировать, и структуру можно уже наращивать как угодно. Можно делать структуру и часовые, и двухчасовые, и десятичасовые. Но исходный, самый мелкий компонент, самый мелкий кирпичик должен быть достаточно мелким. Большой видеоролик, он нафиг никому не нужен. Вот. Ну, хорошо. Он никому не нужен, за исключением некоторых отдельных случаев. Если речь идет не об обучении, а о предыдущей фазе, как бы это назвать, нулевой фазе таксономии Блума, которая называется «Иметь представление». То есть, не об обучении, а о просветительской деятельности. Вот здесь допустимы лекции часовые, полуторачасовые. Это нормально. Просто потому, что интенсивность самого процесса обучения там ниже. Там это допустимо, вы этот ролик можете скачать, смотреть во время обеда, лежать на диване, смотря и так далее. Если речь идет о том, что в результате этого ролика вы чего-то должны достичь, то этот ролик должен быть короткий. Какие инструменты? Я использую инструмент под названием «Камтазия». Или «Камтэ» же правильно его произносить. Но у нас его все произносят «Камтазия». Так произносят это слово. Почему? Вот сейчас версия 2018 достаточно хороша, уже отработана. Это не бесплатный инструмент, но для видеоинструментов он имеет достаточно низкую цену. 299 долларов. Если вы просто покупаете его, ничего не говорите. Если вы покупаете как преподаватель, то вас, по-моему, даже не спросят и сразу скинут примерно половину. Самое главное в этом инструменте это видеоинструмент для авторов, а не для специалистов по видеомонтажу. Поэтому видеомонтаж и запись там упрощены настолько, насколько это надо, но не настолько, чтобы сделать ваш ролик совершенно примитивным. Вот такой совет. Я люблю эту программу и всем тоже советую. Пару слов про звукоряд. Используйте гарнитуру, а не отдельные наушники, отдельно наушники, отдельный микрофон. Это, вы знаете, это совет для авторов. Если вы имеете наклонность к тому, чтобы создать себе хорошую аудиальную систему, не слушайте меня, делайте так, как знаете. Но если вы с аудиооборудованием не на «ты», используйте просто хорошую гарнитуру, используйте USB гарнитуру, чтобы избавиться от шумов. И, как правило, это все. Используйте гарнитуру в ценовом диапазоне примерно от полутора тысяч до двух с половиной тысяч рублей. Этого будет вам вполне достаточно. По-моему, моя вот эта гарнитура даже еще дешевле стоила. Но не буду утверждать, я ее покупал года три назад уже. Озвучка. Озвучка должна выполняться в свободном стиле, разговорной речью. Я настаиваю на этом пункте. Это следует из того, что как только вы начинаете читать что-то с листа, через три секунды я уже знаю, что вы читаете, и через шесть секунд я покидаю ваш ролик, потому что вы меня не уважаете. Есть одно редкое исключение из этого пункта. Когда вы можете профессионально писать сценарий и вы пишете сценарий для своего ролика. Вот в этом случае вы можете написать сначала сценарий ролика, а сценарий всегда пишется именно разговорной речью, потом его выучить или положить его рядом и тщательно воспроизвести. Хорошо. В этом случае может получиться хороший ролик. А вот во всех остальных случаях просто импровизируйте. Вы же знаете свой предмет. Вы можете выйти к студенту и говорить о своем предмете часами. Вот используйте это свое качество. Просто выходите к микрофону своему и говорите как будто со своими слушателями обычной разговорной речью. Письменная речь которая воспроизводится голосом сразу чувствуется просто по наличию сложно сочиненных предложений, сложных слов и так далее. Там где вы в устной речи сказали бы три предложения в письменной вы пишете одно предложение у вас перехватывает дыхание и происходят прочие неприятные вещи. То есть это всегда всегда очень хорошо чувствуется. Пытайтесь говорить то что я говорю про речь о том что она должна быть разговорной не говорит устной прошу прощения не говорит о том что она должна быть площадной. Это должна быть грамотная речь но речь сказанная устно. Говорите правильным языком не допускайте неправильные ударения но по возможности у нас у всех есть какие-то недостатки мы некоторые слова не знаем. Имейте ввиду что всякий раз когда вы неправильно ставите ударение или неправильно строите предложение это заметно и это нехорошо. Мы не дикторы разумеется но стараться говорить гладко это здорово. Конечно есть требования к дикции но они не очень строгие конечно нехорошо когда явно слышим дефекты речи невнятность речи акцент и так далее это снижает качество конечного продукта но это не всегда является таким уж останавливающим фактором. Если у вас есть дефект речи вспомните тех блестящих людей которые мы слушали по телевидению например Льва Гумилева или еще кого-то которые совершенно не заморачивались на свои дефекты речи и говорили совершенно замечательные вещи которые заставляли нас их внимательно слушать долгие часы вот поэтому если у вас есть внутренний преподавательская внутренняя преподавательская харизма это решает эти проблемы и невнятность и дефекты все это ерунда если вы хорошо знаете свой предмет любите его и пытаетесь эту любовь довести до ваших студентов никогда не читайте это я уже сказал а тем более не читайте со своего слайда есть даже такой специальный термин powerpoint караоке когда человек выходит и начинает воспроизводить свои слайды и читать с них то что там написано вот это уж не позволительно в любом случае говорите по возможности быстро вот у курсера есть такие исследования что каждые 22 слова в минуту добавляет 1% к удержанию слушателей в ролике удержание слушателей в ролике это то количество людей которые запустили ролик и дослушали дослушали его до конца разумеется даже при когда ролик идет 4-7 минут не каждый его дослушает до конца к сожалению вот поэтому удержание слушателей это тоже наша задача не надо тараторить как в радио когда говорят рекламу где каждая секунда стоит денег но говорите интенсивно старайтесь говорить интенсивно если вам для ролика нужна какая-то дополнительная музыка подкладка фоновая используйте бесплатные бесплатную музыку распространяемую по лицензии Creative Commons для этого лучшее место это вот YouTube с которого можно в аудио лайбрари скачать музыку или звуковые эффекты и использовать их по лицензии Creative Commons это важно кстати не только тогда когда вы так уж сильно озаботились правовой частью своего курса это важно для самого YouTube а если вы вдруг хотите озвучить свой ролик не озвучить а в качестве фона использовать какую-то очень популярную музыку особенно западную а потом этот ролик выкладываете на YouTube то вам может прилететь бан или всякие другие неприятные вещи ну в самом простом случае вам скажут что ваш видеоролик будет сопровождаться рекламой права тех людей которые владеют этой музыкой вот и это еще такое достаточно считайте что хорошо отделались потому что иной раз использование одной песни популярной может вас из YouTube вообще выкинуть если вы вовремя не отреагируете не уберете эту музыку вас могут просто забанить на YouTube и это будет очень плохо для вас если у вас там много материалов хранится ну вот есть у нас контент а чем компоновать этот контент то есть кирпичики мы создали а чем кирпичики компоновать традиционно конечно это делается в авторских средствах которые либо сопровождают системы дистанционного обучения либо поставляются дополнительно к системам дистанционного обучения вот в Moodle например есть собственное средство для того чтобы компоновать контент но оно мне совершенно не нравится а нравится мне такое средство как Tilda Publishing это сервис сервис платный но у него есть бесплатный план который можно использовать при помощи этого сервиса можно компоновать контент в виде лонгридов то есть длинных страниц хорошо структурированных снабженных мультимедиа и так далее чем хороша Tilda модульной системой это вообще замечательная для авторского применения совершенно замечательная вещь заключается в том что хороший дизайн и хорошая интерактивность продуманы заранее без вас а вам достаточно просто в модуль засунуть свой собственный контент он примет ту форму который этот этот блок для чего был создан этот блок и дальше вы можете просто уже из этих блоков построить свою страничку таких блоков в тильде около 500 и это сильно создает нам в общем развязывает руки можно создавать практически любой контент но заодно и учиться что хорошо а что плохо потому что все эти блоки созданы профессиональными программистами профессиональными дизайнерами библиотека этих блоков как я уже говорил достаточно большая около 500 блоков и это и это очень здорово потому что сама по себе идея была бы плоха если блоков было 10 но блоков 500 я помню тильду когда там было еще 150 блоков и уже тогда это казалось каким-то ну по сравнению с другими конструкторами это казалось каким-то чудом понимаете ну например сравнивая с тем же конструктором контента в мудле это небо и земля адаптивность кроме того в тильде есть такая вещь как адаптивность вы можете вообще говоря не задумываться над тем будет где ваш контент будет смотреться это не задумываться это конечно плохо но можно вот сделанный в тильде контент как правило вы сможете посмотреть и на большом экране и на планшете и на телефоне конечно на телефоне если вы его вы ставите на большом экране скорее всего на телефоне он будет смотреться несколько странно но его хотя бы можно будет посмотреть и прочесть то есть там будет все что вы в этот контент вложили может быть не так красиво а уж если вы задумаетесь над тем как сделать отдельный контент для телефона и отдельный контент для большого экрана то в тильде это можно сделать опять же не прибегая к программированию просто продумав разные компоновки иллюстраций и текстов для разных видов устройств кроме того в тильде есть еще такие шаблоны ну шаблоны используются как правило на раннем этапе когда вы только вошли в тильду они вам очень помогают потому что конечно даже используя такую могучую вещь как набор блоков вы поначалу теряетесь какой из этих 500 блоков использовать и вот для этого есть шаблоны которые шаблоны готовых страниц например шаблон расписания вебинаров да и там набор из там например 10 блоков состоящих из обложки таймлайна представления авторов и так далее все уже там есть уже тот набор блоков который вам нужен конечно не всегда этот набор нужен именно вам вот в таком вот качестве ну а потом вы начиная с шаблона можете что-то добавлять что-то убавлять и уже начинать работать в тильде более профессионально чем тильда еще хороша тем что вход в нее так называемый learning curve да то есть кривая вхождения в продукт она очень крутая то есть вы почти сразу становитесь ну если не специалистом то можете что-то там делать в отличие например от фотошопа да где вы входите в продукт и до конца своей жизни никогда не не можете сказать что вы этот продукт изучили ну и наконец вы сделали какие-то элементы про вашего контента может быть их скомпоновали и хотите задуматься об интерактивности возможно вы должны задуматься еще вот здесь вот да ну я этот пункт дал последним я добавляю конечно интерактивность можно добавлять методом программирования прямого это самый такой дубовый но хороший путь которым можно делать прекрасные вещи да но мы договорились говорить все-таки о тех вещах которые доступны автору да и поэтому я предлагаю использовать интерактивные сервисы какие сервисы использую непосредственно я сервис data wrapper для простой инфографики карты знаний там есть много сервисов я использую по плат.com потому что он позволяет создать карты знаний графы любые а не только не только ветвистые графы сервис для облака тегов fordart который раньше назывался taggul ось времени замечательная вообще ось времени замечательная вещь которую я больше всего люблю из всего интерактива и тут я рекомендую тут много есть вариантов я рекомендую сервис который называется timeline.js интерактивные путешествия если ось времени вводит контекст временной то интерактивные путешествия вводят контекст географический или геометрический в случае гигапиксельных иллюстраций storymap.js прекрасно справляется с этой функцией ну и наконец сервисы для интерактивного видео я использую synclink правда в последнее время он существенно испортился потому что хочет денег за то за что раньше денег не хотел как выглядит интерактив ну вот например один из видов можете посмотреть это timeline внизу интерактивная шкала где годы какие-то увеличение уменьшения масштаба можно эту шкалу таскать туда-сюда можно тыкать непосредственно на вот такие вот вкладки которые сразу приводят нас к определенному элементу контента а можно просто использовать как слайдер и туда-сюда по одному элементу передвигать информацию слева находится медиа иллюстрация видео звук что угодно справа описание которое состоит из даты название и описание а вот это сервис timeline timeline.js ну все сервисы timeline как правило выглядят вот так сервис storymap.js в режиме гигапиксельной иллюстрации который позволяет разглядеть иллюстрацию в качестве примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей с увеличением примерно до 20-30 раз что характерно при увеличении возникают новые детали то есть вы не просто увеличиваете изображение а увеличиваете с проявлением новых деталей вот замечательный сервис storymap.js который я постоянно использую в своей практике этот же сервис можно использовать и тогда когда вот здесь вместо гигапиксельного изображения карта и вы просто путешествуете по этой карте и каждому элементу карты сопоставляете какой-то контент и какое-то описание замечательный интерактив получается который производит хорошее впечатление вот ну вот на этом мы заканчиваем с интерактивом об интерактиве много еще можно говорить заканчиваем с интерактивом и заканчиваем с нашим вебинаром я хотел бы в конце буквально полминуты поговорить о своем курсе который начинается уже завтра если кто-то из вас хочет прийти ко мне на курс который называется визуализация инфографика в онлайн обучении милости просим у вас есть еще один день для того чтобы это сделать курс будет состоять из 12 тем и так далее и так далее не буду вас очень сильно рекламной информации здесь как это называется в общем не буду рекламировать себя больше спасибо Олег Васильевич а какие темы будут призеров конкурса вебинаров и когда я думаю что на следующей неделе мы начнем голосование я давайте еще раз вам дам или сейчас посмотрю если сохранилось ли это сохранилось если вы перемотаете сохранилась эта табличка ой я не то мотаю вместо чата иногда у нас тут происходит мотание слайдов вот эта табличка там примерно там 15 или 16 тем уже представлены будем голосовать уже начнем голосование завершим набор тем на следующей неделе и начнем голосование две недели будем голосовать потом я свяжусь с победителями скорее всего их как в прошлом году будет трое и тогда решим кто будет кто будет вести эти вебинары у меня совершенно нет никаких тут специальных требований как вы решите так и будет вот то есть если у меня будет интерес я предложу вне конкурса кому-то выступить ну я стараюсь все-таки тут чтобы я и так слишком много предлагаю вам весь всю всю линейку вебинаров мы создаем в Директ Академии ну хотя бы три вебинара вы сами выберите чтобы мы не принимали здесь никаких решений коллеги я обещал что я в самом конце создам кому это важно создам сертификат и сейчас я это сделаю мне это не очень удобно делать будучи спикером но я уже это как-то навострился делать так отчеты сейчас я сохраню файл с теми кто принимал участие сохраняю в виде таблицы комментирую чтобы вы не считали что я уже ушел так вот тут сервис предлагает мне немножко подождать ох так я был не прав потому что поторопился делаем еще раз сохраняем в виде таблицы сохраняем в виде файлов делается это не быстро видимо потому что мой винчестер заснул вот уже проснулся заменяю перехожу в сервис выдачи сертификатов где уже тема прописана остается только скачать таблицу скачиваю табличку сервис выделяю всех выдаю и отправляю результат на почту ну и последнее что мне остается это вот этот вот напомнить вам вот этот напомнить вам вот этот вот адрес коллеги спасибо что вы все пришли ко мне внимательно меня слушали соглашались не соглашались спасибо тем кто говорит что было интересно тем кто со мной спорил я надеюсь в целом вам было понятно ну и я надеюсь что хотя бы я вас заранил некоторую такую вот подход связанный с качеством обучения не кидаться сразу в крайности то есть если кто-то сильно вам будет возражать ну вспомните про первую часть этого вебинара постарайтесь с ним обсудить эти критерия образующие факторы и найти те общие моменты которые вас связывают а не то что вас разделяет может быть после этого вам удастся найти с этим человеком некие общие вещи вы сможете составить собственный документ по тем критериям качества которые важны именно вам и именно в вашем обучении всего доброго до новых встреч в Директ Академии надеюсь вам было интересно и будет интересно в будущем до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...